Никогда не сдавайся и стремись к своим мечтам. Таков девиз Андрея Губарева, руководителя языкового центра в Благодарном. Однако так было не всегда. Ранее он работал в найме флористом. Андрею нравился такой вид деятельности, хотя оставалась мечта открыть свой бизнес. Перебирая разные отрасли, выбор пал на знакомую – преподавание. Со школьной скамьи Андрей обучал детей и взрослых английскому языку. Сначала на дому, теперь в своем центре. Я работаю с ноября, именно в таком формате, в Большом, когда можно прийти именно для групповых занятий в наш центр. А вообще я преподаю достаточно долго, уже на протяжении 4 лет. Начал с раннего возраста. И обычно, как это бывает, это были знакомые, друзья, которые просили позаниматься с детьми. А сейчас это действительно мое любимое дело, которым я занимаюсь. Но если говорить о количестве учеников, то с ноября количество, наверное, выросло раза в три точно. Каждый день на занятия ходят порядка 50 человек. Есть и дистанционный формат обучения, который пользуется популярностью у учеников. Также в центре проходят разговорные кружки и мастер-классы. Чтобы детям было интересно, под каждый сезон года Андрей меняет цветовую гамму центра. Тренажеры и игры, элементы мебели и даже самые маленькие интерьерные детали помогли в осуществлении задуманного личные качества Андрея, такие как стойкость и волевой характер. Также важную роль играл четко выстроенный план и, немаловажно, поддержка близких Министерства экономического развития и его подведомственных организаций. Мне помог центр «Мой бизнес» с регистрацией, я прошел обучающую программу. Я удивился, насколько там работают отзывчивые люди, потому что на протяжении всей программы, именно акселерационной программы обучения, меня сопровождали, отвечали на все вопросы. И периодически я вижу даже до сих пор в статусах, в историях, в видео, в фото о том, что собираются какие-то, ну, как кампусы, не знаю, что это такое, собрание в золотых песках, я знаю, для самозанятых, это очень круто. Сотрудничая с Минэком, Андрей вдохновлялся историями предпринимателей и набирал сознаний. Он отмечает, что хотел бы повторить этот опыт. Если говорить о субсидии, то субсидию я получил именно от Министерства экономического развития Старопольского края. Это тоже, конечно, помогло. Вот, в принципе, то, что сейчас можно здесь видеть, это также приобреталось за счет этой субсидии. Техника, мебель и все необходимое для ремонта. То есть в этом плане я тоже благодарен Министерству. С поддержкой близких и государства Старек перед трудностями пропал. Поэтому в будущем Андрей планирует открыть языковой центр и в Ставрополе. Этот центр будет по плану частной школы, с большим количеством преподавателей разной направленности, со столовой, зоной отдыха и так далее. Я бы посоветовал никогда не бояться и именно обращать внимание на людей, которые всегда рядом. Ну, то есть, понятно, что семья, друзья – это одно, но при этом существует огромное количество людей, которые могут помочь, и это их работа, они заинтересованы в этом и делают абсолютно это бескорыстно. Я столкнулся с такими людьми, я безумно им благодарен. Поучаствовал даже, как-то меня приглашали на международный форум. Это тоже незабываемое ощущение. Андрей Губарев не стоит на месте и развивает свой текущий бизнес, используя всевозможную помощь от министерства. Кроме того, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в крае создана большая инфраструктура поддержки предпринимателей. Фонд микрофинансирования выдает льготные займы по сниженным ставкам от 1 до 12 процентов в размере до 5 миллионов рублей. Гарантийный фонд предоставляет поручительство в случае, когда у бизнеса не хватает залогового обеспечения для получения микрозайма. Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности предоставляет программы льготного кредитования, а фонд поддержки предпринимательства оказывает большой спектр консультационных и образовательных услуг. Узнать обо всех мерах поддержки можно по телефону, указанному на экране.